К христианству, вот у меня отношение какое-то... Ну, можно отношение иметь такое, когда хотя маленько знаешь, живешь. Допустим, встречается безбожник, ну, атеист, я говорю, атеист. Хотя он не атеист, а просто свинья. И верующий. Ну, допустим, ты, я говорю, знаешь, что такое вера-то? Хоть один день был, нет? Ну, я говорю, был 25 лет неверующий. Я вашу веру всю знаю. Неверующий. Ешь, бей, хватай, чтоб только не попался. А милиционер, если где-то, ну, и руку можешь поднять на него, лишь бы никто не видел. Вот. А если с нами говорить, мы должны хоть маленько друг друга понимать. Вот в Греции как было? Выступают двое диспут. И обязательно должен быть третейский судья. Он спрашивает. Ну, допустим, вот сейчас я православный. Я беседую с баптистом. И сегодня спрашивает он, вы с кем беседуете? Я говорю, как с кем? С баптистом. Ну, расскажите, что верят. Я говорю, они возникли в 1609 году от Роджерса, там, где были они, что? Но они признают, чтобы крещение было во взрослом состоянии. Молитву Богородицы не признают. Икон у них нету. Но они любят Слово Божие. Какие-то звуки. Что от вас за звуки слышится? Это я на работе сейчас просто. Если можно, маленько, как-то утешить. Ну, ладно. Вот, я теперь объясняю. Они любят Библию. Пользуются нашим православным переводом. Они верят, что Бог единый во Святой Троице. Они знают, что будет страшный суд. А он теперь баптиста спрашивает. Он правильно объяснил? Он говорит, так он баптист тогда на меня. Я говорю, нет, я православный. Теперь вы с кем беседуете, баптиста спрашивает? С православным. Ну, поясните его веру. Ну, вот такое-такое-то он про нас говорит. Они детей крестят. У них иконы есть. Поклоняются. Мощи чтут там святых. Ну, перечисляют. Там монашество есть. Он говорит, правильно. Я говорю, так он настоящий православный. Он говорит, теперь беседуйте. Чтоб понятно было, что сказать. Вот вы мне сказали, а я мусульманин. По милости Божией, у меня вышло 38 томов книг. В бумажном варианте. И еще 7 томов в электронные. Последние 4 тома по 800 страниц. Это стихи, а не стихи. По 800. А один том, посвященный Корану полностью. Я разбираю его по сурам и аятам. Не нападаю ничего. Прямо цитирую кавычки. И сравниваю, где об этом, что сказано в Библии. Какое разночтение. Я могу сейчас вот по вашему желанию сказать, сколько букв в нем. В Коране. Сколько раз встречается слово в Коране. Сколько времени нужно, чтобы его по одному часу, если в день считать. За сколько дней можно Коран просчитать. Сколько Библии. Я специально занимался. Я могу сказать, сколько раз Ибрагим у вас встречается. А у нас Авраам. Это одно слово. Если у вас Сулейман, у нас Соломон. Сколько раз там и делал. Я сравниваю. Что у вас говорится прямо рядом с Библией. А из Жития Святых только один момент есть в Библии. Это в Коране. Я спрашиваю там как-то совещание большое было. Там имамы, мулы. И я среди них. Мне пришлось выполнить поручение Божие. Вот вышли книги мои. Я решил их подарить в бедной библиотеке. А в библиотеке все бедные. Один комплект стоит 38 книг, 750 евро. Я в Барнауле сижу. Мы прошли до Владивостока, порт Находка. Потом вернулись. Пять тонн литературы забрасываю границы. Едем до Лиссабона, Португалия. Захватываем Турцию. Проходим в Скандинавию, Прибалтику, Север. Посетили 650 городов. 650 раз я выступал. Говорил о Боге. В шести мусульманских республиках. Везде есть. В Чечне мои книги и центральных национальных библиотеках. В Москве это библиотека Ленина, парламентская, историческая. В трех библиотеках. И теперь я беседую. Вот приехали мы в Азербайджан. Мы в доме мулы ночевали. Представляешь? Потом вместе пошли в мечеть. Вот там интересно, если я коротко скажу вам. Когда я зашел, у них там между намазами время. И они там по стенкам сидят. А одни мужчины, мы женщин нету. Я знаю их в порядке. А ребятишки уже большенькие. Ляд 6-7 около отцов. Ну я встал посередине. У них купол такой. Я помолился и последний раз поклонился, как у мусульман. И так и застрял. Я когда помолился, молитву прочитал. Встал, они вокруг меня. Говорят, три кольца стоят, эти ваххабиты-то. Безусы, оборотки. Суровые воины. Видно, что назад не попятятся. Да. Это город Баку. Баку. Азербайджан. И я когда стал с ними говорить, закончил когда, вы посмотрели на них. Улыбаются, по плечам хлоп. Встречались. Один там закончил высшее военное училище. Военное училище в Ленинграде. И все это. Что я сказал? Я ничего почти не сказал. Я сказал только о том, когда мы ехали. Ну, 120 тысяч километров. Это расстояние. Нам везде встречались мусульмане. И ни разу, нигде они нас не оскорбили. И не помешали. Вот если мы... У нас такая палатка военная. 2 на 2 метра. До Стархан. И мы после каждого города, мы остановим, и простираем батак руки, и молимся. А они на дороге работают. Там туркмены, узбеки. Они все смотрят. А если мы на молитве, они нас в обиду никогда не дадут. Это гарантия 100%. Они любят, когда люди молятся. Вот мы в одном городе были, там, среди мусульман. И библиотекарь женщина. А у них мужчины. И поговорили, такой солидный. Сфотографировался с нами. Мы все записываем везде. Я говорю, мы сейчас поднимались. Она как бы второй этаж. И написано, комната для намаза. А мы подошли, она закрыта. Можно помолиться? Он говорит, вопросов нет. Он звонок раз. Идем, дверь уже открыта. Мы разулись. На площадке на площадке. Зашли. Один из наших снимал все. А мы молились. Просили мира Дагестану. Своими молитвами помолились. И последний поклон так сделали. И все слова высказали. И все это в интернете выставили. Как в доме Муллы была большая беседа. На Римлянам 6.23. Я говорю, мы можем беседовать. А они говорят, а вот ИГИЛ, вот такие там, в Сирии там эти, все уничтожают. И я говорю, знаете что, я посторонний для вас. Но вот если две кафедры поставить, ИГИЛовцам и вашим Муллам дать. И ничего им не давать, кроме Корана. Вот это вот. Давайте доказывайте, кто исполняет его как положено. Я говорю, вы, которые официальные тут в России и везде, вы проиграете все. ИГИЛ самый правильный, он исполняет все. Я ими занимался. Я писал Путину, чтобы меня пропустили к ИГИЛу. Мне главное турецкую границу пройти. И что вы там делали? А я не открываю тайну. У них нельзя говорить о Боге. А я и не буду говорить. Заранее скажу, у меня переводчик будет. Я буду только молиться. Притом в тех местах, где бомбят русские самолеты, ракетами бомбят. Я туда попрошусь. И что, я Бога верю. Я верю. Бог отвечает мне на молитвы. А Он отвечает. Я голоса не слышу. А вот вчера мне... Ну, я здесь в Барновуле сижу. А уже завтра мне выезжать. А я начальник детского лагеря 45 лет. Да в три варианта. Сейчас в другом варианте он в формате. Там нас Роспотребнадзор давануло. Пришлось тут закрыть. И разгружать мешки. Они везде, по-моему. А я после операции, у меня... Я всю жизнь работал на стройке. Тяжелая работа. Дороги строят, рельсы, шпалы. И у меня три грыжи. И как снимать мешки? А завтра продукты привезут. Я их ждал долго. И это, я думаю, один позвонил нашему человеку-то. И только эти приезжают. Ну, минут за 15. Вдруг моя жена приезжает. Приезжает из ней мужчина. Ну, ей бабке-то 82 года. Ну, а ему где-то 30 лет. Я его знаю. Хороший. Андрей звать. Но мы недавно познакомились. А в спортивной такой... Я говорю, ты что, знал, что я нуждаю в себе? Нет, я жену вашу подвез. А он только что у нас в деревне был. Мы деревню православную строим. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Мы не только свинину. Мы вообще мяса не едим. Никакого. Ни одной капли алкоголя. Ни пива, ни брашки. У нас ничего нет. Поэтому мусульмане, они нас вот так обнимают. И вот здесь Андрей. Хорошее дело. Да. И вот интересно. Я только стоял, помолился. Господи, помоги мне. Вышел, а машина его прям подходит. И он помог все разгрузить. И где порваны мешки были, я ему дал нитки, а я плохо вижу в деревне. Он все зашивал. Это же надо. Я только помолился, вышел. А ты скажешь случайно, но это не один раз. Вот у меня книги, а это же деньги огромные. А у меня пенсия 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. За 35 лет стажа мне Путин дал пенсию. Но это вообще... Извините, а вот, ну, может познакомимся, или в интернете как-то есть вариант посмотреть ваши... Да, запишите. Во свете Библии называется YouTube. Во свете Библии. Во свете Библии? Да. Наш канал. Канал очень большой. Канал свой? Да, 15 тысяч 550 роликов у нас. Вообрази. Это больше нету нигде в интернете. И я старейший пока в чат-рулетке. Мне вот через три дня будет 80 лет. Через три? Да, через три дня. У меня завтра тоже день, уже день. Вот видишь, как сошлось. 32. Да. Во свете Библии добавьте Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Вот если у вас будет желание потом встретиться, я уезжаю, но там связи не будет до 10 октября. В скайпе. Только зарядите Игнатий Лапкин, я один на весь интернет. С этой фамилией и именем. Это Бог делает. Ему можно поговорить. А вот если вы не YouTube, а еще во свете Библии Игнатий Лапкин, через Google сайт. На сайте все мои книги. Все наши путешествия. 50 книг аудио мной начитаны. Архипелаг ГУЛАГ. Там море информации. Сайт. Это не YouTube. Сайт. Это очень интересно. А если в мой мир зайдете, мой мир, там у нас 22 тысячи наших фотографий только. 22 тысячи фотографий. Ну если вы столько городов объездили, там 100... 650 городов. 650. И везде дарили. Мы подарили... У нас в республике... Я сам сказал, я был коричен. Мы подарили... Подарили на 35 миллионов. Подарок сделали. А у меня денег вообще нету. Нету, вообще нету. Вот я сижу, говорю, на мне рубашка. Там покажу даже вот эта ручка. Вот этот телефон мощнейший. Это мне подарили. Но я никогда не звоню. Не начну звонить. Я только принять, если когда. И в то же время у меня все есть. Вот один раз первая книга была, стихов издана. Выкупить завтра. А у меня два священника здесь ночуют. Я говорю, давайте помолимся. У меня завтра и те, у меня денег нет. А откуда ждете? Так откуда я знаю? Ни откуда я не жду. Я просто к Богу. Я кверху, а вы показывайте по сторонам. С какой стороны? Легли спать, а я наказываю. После девяти ко мне звонить нельзя. Это личное время молитвы. Готовимся ко сну. Ну, а встаем мы всегда одинаково. В 4.40. В 4.40. Ну, я встаю в 2.30. Всегда. У меня большая почта, огромная почта здесь. Ну, только заснули, часа полтора поспали, звонок. Конечно, в избе так градусов 7 тепла. Я в уголь экономлю, чтобы ведро сэкономить. Вот. И звонят. Это Россия. Россия. А вы кто будете? Я говорю, а вы кто будете? Ну, а мы в Сакраменто, США. Дело такое. У нас умер дядя, его звать Климент. И нам сказали, где храм называется во имя Климента, там молитва лучше доходит до Бога. Вот придумаешь же. Я говорю, это лагерь называется. А община наша называется Свято-Анфимовская. Крестово-Движенская вторая. А нам разницы нет. Мы вам вышлем деньги, вы их получите завтра в Вестерн-Унион. Мы вечером молились. Я не знаю. Ночью звонок, идите, получите деньги. Я вам не сказки рассказываю. Одна женщина готовится... И как сказать, что это совпадение? Это не раз. И вот она, ну, Егоренко, Надежда Павловна, все знают, она заболела рак. А я ей говорю, по нашим верованиям, душа 40 дней идет по мытарству. А потом Богу поклоняется. И там есть святой Никола Чудотворец. Что интересно, мусульмане его знают хорошо. Санта-Клаус, которого называют. Никола Чудотворец, 4 век. Он жил в Мироликийске и всем помогал, от смерти спасал. Я говорю, ты когда поклонишься всем, и к нему подойди, поклонись и попроси у него, чтобы он мне золотишко подкинул. У него в истории такое. Он узнал, что один был бедный человек. Он богатый, а потом бедный. И дочерей надо замуж выдать. А без преданного нельзя. И он решил дитя отдать в дом терпимости, чтобы они денег заработали, чтобы их выдать замуж. А он узнал про это и ночью тайно бросил один узелок золота. Он выдал дочь замуж. Он опять золото ему в окно бросил. И третий раз он его нагнал, узнал, кто это делает. И я говорю, он любит золотишко, подкидывает. А пусть мне подкинет. Ну и она умерла, когда все спрашивают, ну еще нету. Я говорю, так 40 дней-то нету. 40 дней душа идет по мытарствам. Пьянца отдельно, отдельно блуд, отдельно гнев, отдельно там пить любил, который. А там демоны, бесы показывают, когда ты пил. Все записано у них. Хартия называется. И вот на 40-й день, 40-й день, уже люди ждут, что будет, ничего нету. И вдруг к обеду мне звонок в дверь. Заходит человек, это вы в деньгах нуждаетесь? Я говорю, да. Я могу дать. А у него какой-то такой маленький саквояжик. Но одно условие, если вы обещаетесь, я дам тогда. Я говорю, какое? Чтобы никто не знал, что я к вам приходил. Он предприниматель там, с нефтепереработкой имеет, видимо. Я говорю, какой разговор? Он мне сразу, сколько надо? Я говорю, столько. А то он сразу выложил эти тысячи, закрыл дверь и ушел. И газета «Экспресс» напечатала помощь с того света на 40-й день. Притом человек приходит не нашего круга. И вот дело. И это люди уже все знают. Вот сейчас отовсюду звонят. Помолитесь, помолитесь. Я ничего не знаю. Это не я. Это Бог Господня милость делает. Вот как. Я вот очень хорошо знаком с одной мусульманкой. Она жена Мулы. Очень хорошая женщина. Мы были у них. Она на четырех языках считает. А он на шести. Какой уровень высокий. Она, значит, высшее образование имеет и консерваторию закончила. Тоже высшее. Это Бог делает. С такими людьми знакомит. Так она везде. Отец Игнатий, отец Игнатий. Мы идем по их городу. Она ее спрашивает. Это ваш муж? Муж. Она в половину моложе меня. Она говорит, нет, это мой отец и учитель приехал. А сама жена Мулы. Уже она Мулы. Потом мы пошли в храм православный. Ходили в мечеть. То есть у нас такие близкие отношения. Вот мы были. Ну, она там готовит пообеду. Я говорю, что ее нету. А она уже на кухне стоит, молится. Намаз. Намаз. Я говорю, сколько у вас раз? Она говорит, ну, я знаю, пять раз. Я говорю, а у нас семь раз. И сто поклонов. Но утренние вечерние молитвы не входят сюда. Это у нас получается девять. Примерно две тысячи поклонов. Да. А это в каком городе они? А они Баку. Город Баку. Азербайджан. А мы-то в Барнауле живем. И вот разговариваешь, когда людям... Вот я гляжу, мы там в горах Урал переходили. Мы газели у нас. И такая же машина остановилась. Вдруг мальчишка выходит. Ну, лет шестнадцати. Он сразу там до Стархана раскинул. И сразу встал на молитву. Я говорю, посмотрите, среди русских, чтобы один ехал, и вот так один вышел молиться, вы не найдете. А это видно, что он верующий. Он встал на колени. Молится все как надо. Ну, и мы сразу стали молиться. Это он на нас посмотрел. А к нему стали приставать. Там, который взимает деньги. А к нам нельзя. А с нами собака. Огромная собака. И она чемпион России. И они от нас отшатнулись. А мы сразу сказали, если на него будет сильно наступать, мы сразу подойдем. Отгоним их. Но он видит, они к нему подошли. Он не стал ждать. Он развел машину и уехал. Видите как? А казалось бы, в одном месте мы заблудились маленько. Ну, не можем выехать. Какие дороги. И вдруг кто-то едет, остановился. А вы не туда едете, мужики. Надо вот сюда вот. Я, правда, еду туда, но я с вами проеду. И перед нами. И вывел нас прямо на дорогу. Потом подошел. Я говорю, а кто ты? Я мусульманин. Я говорю, а как звать? Ахмед. Ко мне подошел. Говорит, у меня отец Аксакал такой же. Он нас не знает. Первый раз видит. Изменил маршрут и вывел на дорогу. Вот. Понимаешь как? Мы совершенно одинаково с ним оказались. Господь в этом плане находит, где хочет, чтобы у человека был спаситель. Чтобы он умер за грехи людей. Мы ему маленько сказали, ну и поехали. Мы прошли 120 тысяч километров. Это не... И вы зайдете на наш YouTube. Вы там зарядите, допустим. Обязательно зайду, посмотрю. Обязательно. Ну, если вопросов нету, до свидания. Честно говоря, мне даже неудобно. Хочу даже извиниться за то бред, который тут бывает. Ну ладно. Вы бороду не трогайте. Я попутно скажу, бороду не трогайте. Мужчину сотворил Бог мужчина, а женщину женщины. Под женщину подделываться не надо. Это бред, бороду кто? Содомиты и подкаблучники. Это власть, данная мне Богом. Чтобы она видела и знала, она замужем. Она... Жена должна не впереди быть, а сзади. Замужем, замужем. Замужем. Дочка подбегает, когда бред, вот так лицо трогает сначала. И потом своей щечкой-то притирается. Говорит, вот мягко-мягко. Вот это единственный критерий, из-за чего иногда хочется побриться. Так? А вы, когда зайдете на наш YouTube, и вы увидите... Я заранее скажу, такой общины больше нет. У нас одевается, как хиджаб. Два платка. Вот так только женщины. Там такая красота. А тут работают эти мусульмане. Приезжают там восточные на дороге. А у нас из храма, когда идут, платья до полу. Наши сестры. А ему говорят, мы говорим, да это православные. Нет. Это наши мусульманки. Я в Питере работаю сейчас. Недавно, три назад зашел в метро. Девчонка, вот, ну, смотрю. Ну, я сам женатый, как бы, у меня дети. Я таких приключений вообще не ищу никаких. Ну, вот, смотрю, в метро стоит девчонка. Юбка вот чуть ниже колена. Она одета, вот, видно, юбка и какая-то кофточка, да? Какие-то славянские, вот, какие-то узорчики, какие-то цветочки. И в платке. Ну, вот, одета прям, как это сказать? Как мусульман. И стильно с одной стороны, и аккуратно, и не очень вычурно. Прям, ну, приятно было просто смотреть на нее. Я подошел к ней, говорю, ну, в метро. Я говорю, девушка, не поймите, неправильно, очень красиво одеты вам, это очень идет. Она прям покраснела. Это уже было что-то. Мы едем в город София, Болгария. Редко едешь. Город Болгария, это, София. А я стою на перроне, а тут машина маленько приостановилась, и за рулем сидит мусульманка, одетая по форме, и за рулем. А я ей показал вот так вот, и вот так вот, и говорю, поклонился. Она заулыбалась и мне поклонилась. Я говорю, во, красота какая, вот. Да. С чего люди... Сейчас тут увидишь. Вот. А вот насчет этого, ну, точно в курсе этой вопроса, да, в Екатеринбурге, вот то, что были протесты против... А я написал, два ролика написал, два ролика поставил на эту тему. А я говорю, процесс не закончен. Метрополит, который это благословил, он должен снять с себя сам, рядовым стать монахом, выйти перед народом на колени и в слезах просить прощения. А тех, которых посадили, выпустить всех, в тройном размере, что сидели, начислить деньги и за счет метрополии направить в лучшие санатории. Вот тогда будет концовка. А вот есть один парень, который просто подошел к полицейскому какому-то, который толкнул девушку, да, просто спросил, что ты делаешь. Его скрутили там, по-моему, на 10, на 15 суток, по-моему, посадили. Вот, я высказал свое мнение, меня спрашивали. Только так, я говорю, тогда закончено. Люди бы знали, что этих людей, которые выступают против зла, поощряют и не сажают. А вы ростите трусов, трусов таких презренных. Ну, конечно, кто там нас слушает-то. Ну, мнение свое я высказал в ролике. Дважды. Ну, дай Бог вам здоровья. И вам также желаю. Чтобы побольше было у вас и учеников, и таких людей, как бы побольше. Спаси Христос. Я когда отсидел, у меня пять тюрем позади, за слово Божие. И у меня изъяли огромные результаты, сказать, там что было. Я на пленке насчитывал. По государственным оценкам, когда был реабилитирован, стоит 11 миллиардов. Теми деньгами, недоминированным. И я подал в суд. И 11 лет шел в суд, и я его выиграл. Не я, Господь сделал так. И вот рассчитаться нечем. И мне в центре, в центральный район, это я в Барнауле, Акалаби. Прекрасное место такое. 13 соток и два здания. В частную пользуюсь. Суд так решил, я тут нахожусь. В одном здании молимся, а в другом я живу. Это одно здание на всю Россию такое. Мэр города приехал. По рукам ударили. Поцеловались. Все закончилось. У нас 11 лет. И теперь все это позади. Да. Вот как Бог делает. Поэтому мы не знаем, кто где сгодится. Может быть, еще встретимся. Бороду не брить. Бритву выбросить. Бога слава. До свидания. Спасибо. Храни Господь вас. Доброго.